Игорь Владимирович, давайте начнем с ситуации, которая произошла в Испании. Ее обсуждают, испанские СМИ подтверждают, что все-таки Кузьминов, вот этот летчик, который перегнал вертолет и был укрыт украинскими спецслужбами, но вроде как в Украине не захотел оставаться, поехал в Испанию. Это все-таки он. До этого ГУР подтверждал эту информацию. Сегодня еще одна деталь. Нарышкин прокомментировал убийство летчика. Говорит, ну, в общем, витиевато прокомментировал, мол, и сюжет был, соответственно, в российской, скажем так, в российском сегменте телевизионном об этом человеке. Ну, сказал, что, мол, он для нас умер еще тогда, когда начал планировать вот эту свою махинацию с вертолетом. У вас достаточно критичный взгляд на эту историю. Все те, кто на вас подписаны, все те, кто следят за новостями, которые вы излагаете, что думаете, насколько вот ящик Пандоры открывается с приближением второй годовщины войны? Александр, ну, вы у меня эту тему сорвали с языка. Я буквально три минуты до того, как мы включились в эфир с вами, разговаривал с Аликанте, разговаривал с регионом, где жил этот человек, этот вертолетчик. И с людьми, которые его знали там, по Испании лично. Должен признать, что я вчера ошибался. Ликвидирован именно он. Дело в том, что я имею сомнение, что он сам поехал в Испанию. Я думаю, ну, он, возможно, выбрал страну, но будем говорить так. Но то, что он поехал за границу, дело в том, что он в Испании оказался свидетельством о рождении, выданным на фамилию Игорь Шевченко. В свидетельстве, почему я сомневался, что это он, потому что в свидетельстве другой год рождения, другие персональные данные, имя, фамилия, просто, ну, то есть это было, по моему мнению, сразу я думал, что вообще совпадение, потом думал, что это нашим пытались сделать операцию прикрытия. Но по состоянию на сегодня я могу утверждать, что это был именно он. Он под именем Игоря Шевченко. Он там жил. Я не знаю, кто выбирал. Он сам. Для него выбирали. Но он выбрал самое густонаселенное украинцами место в Испании. То есть там украинцев, ну, и чуть русских, ну, очень много. Люди, которые его убили, снимали по поддельным документам квартиру в том же доме. Два человека. Они его отслеживали. Он получил паспорт, как я уже говорил, в Испании, то есть в этой передвижной автоварке. Пришел свидетельством, получил паспорт и все. Думаю, это был один из моментов его засвета. Почему? Потому что там они вносятся в ДИИ, если ты за кордоном получаешь. А, как известно, платежная система ДИИ, аффилированная к Российской Федерации, ну, учредителей. Короче, смысл в том, что в России есть распознание лиц. Ему изменили все, кроме лица. Это один вариант. Второй вариант, что кто-то просто сдал. Потому что, получив деньги за угнанный вертолет, он ввел сиборийский способ жизни. Например, арендовал авто люкс-класса, таких авто там в мире 300 штук. Ну, грубо говоря. Как вы думаете, обратят внимание на другого человека или не обратят? Естественно, обратят. То есть, как один вариант, что благодаря электронных системам, ну, был вычислен. Потому что адрес оставлял, когда получал паспорт. И второй вариант, что опознали, потому что вел, как миллионер себя, какой-то микро-Илон Маск, будем так говорить. Ну, это вкратце все. А, убийство на паркинге. Расстреляли в упор. Переехали авто, потому что убегали. Не специально. Спускался свидетель по винтовой лестнице в паркинг. И они быстро уезжали. Отъехали 5 километров от этого места, сожгли автомобиль, ушли пешком. Или другой рядом был автомобиль. Или кто-то ждал, я не знаю. Уехали, все. То, что это он... Ну, будем говорить так. Наши знакомые опознавали его в море. С ним я сегодня разговаривал. Он по соседству с РУ, абсолютно знал его, видел его документы. Ну, так получилось и тому подобное. И просто вчера я не имел с ним связи. Он меня набирал поздно вечером. Мы так и не поговорили. А сегодня вот тут он буквально перед тем, как мы с вами выходили в эфир, я с ним разговаривал. Поэтому я могу подтвердить, что это именно он. Что стало виной его личная беспечность, просчеты нашей спецслужбы, я думаю, комплекс. Тебя вел как идиот. Ну, я думаю, что для него самым безопасным местом в мире был наш Киев. Ну, он решил вот так. ГРУ российское подтвердило свое РНМ, которое описывал Александр Суворов в своих книгах. Я думаю, что в ближайшее время нас ожидают захватывающая история, которую расскажет кто-то со стороны. О том, как они казнили предателя и тому подобное. Они добились этим того, что, собственно, подобных случаев не было. Ну, пытаются добиться этого. Но для нас это про счет. Я не думаю, что его надо было отпускать с Киева. Я думаю, его можно было убедить не ехать, потому что это было в интересах госбезопасности и интересах войны. Его пример как бы давал возможность быть заразительным в определенной степени. Именно из-за этого он и был казнен. Даже не из-за того, что, понятно, погибли русские военные, для них это дело прицепа было. Ну, когда угнали вертолет, это все понятно. Но я думаю, на первом месте стояло все-таки продемонстрировать своим военным, что подобное будет караться, чтобы подобное не повторилось, и продемонстрировать всему миру, что предатели будут наказаны. О ящике Пандоры. Это ведь абсолютно меняет определенный психологический подтекст действий тех или иных военных и тех или иных, внимание, лиц. Потому что за эти два года войны был условно такой негласный договор или как бы так, что вот есть территория Европейского Союза, там безопасно, там своя правовая история, свое правовое поле и, собственно, яркие лица или там как бы получившие известность в том или ином роде косвенно или прямо связанном с войной в Украине, они могли там пребывать. Сейчас, я думаю, после этого случая переполошатся многие, причем здесь неважно, там российские буйные оппозиционеры или там украинские достаточно своеобразные персонажи. Это вот меняет абсолютно, скажем так, подходы, если так себе позволяет действовать разведка Российской Федерации. Александр, смотрите, я кратко, но по сути. На самом деле, эта негласная договоренность существовала она, не существовала, не имела никакого значения. Почему? Потому что все прекрасно помнят, что происходило до войны, все прекрасно знают, на кого хотели поменять Навального. И действия российских спецслужб в ЕС мы наблюдаем во многом и в протестных акциях в Польше. Там, безусловно, огромнейшая вина в том, что спровоцировали эту блокаду все-таки наша власть, но 100% работает в том числе разведка Российской Федерации и их спящая, будем говорить, агентура. То же самое мы наблюдаем в некоторых других странах Европы. И война потихоньку, пока война, прощай кинжала, но она перебрасывается на территорию Европейского Союза. Приведет ли она к горячей фазе? Не могу сказать. Последнее ли это убийство политическое территории ЕС? Политическое, потому что ему же как бы дали то, о чем вы говорите, ну, европейскую фрешу. Да, я думаю, что такие случаи будут продолжаться. Ну, тут тоже еще один нюанс, на который нужно обратить внимание по поводу этих документов, знала ли, не знала испанская сторона, как, кто... Я не могу утверждать, знала или не знала испанская сторона. Сделано с нашей стороны было топорноватенько. Я и вчера писал, и сейчас повторюсь, я на месте Кирилла Ксеевича Буданова лишил этих всех людей премии надбавок и вообще отправил на ноль, кто этим занимался, потому что тупенько. Это одно. Ну, и второе, человек, который думает о безопасности, а не прожигает, сколько-сколько сможет прожить, он так не поступает. Ну, он не арендует автомобили такого суперэлит-класса, он не ведет сибористский образ жизни, ну, и так далее, и так далее. Ну, просто сумма, как бы, ну, не сказать, что ошибка большая для того, чтобы так шиковать. Ну, так такое впечатление, что человек понимал, что что-то, ну, рано или поздно будет, и просто прожигал. Потому что я понимаю, что не та сумма, ну, арендовать там авто такие, ну, ходить в самые дорогие рестораны, ну, и так далее, и так далее. Ну, и опять же, еще раз, это самый густонаселенный украинцами регион Испании. То есть, если себя так там вести, ты обязательно будешь на пике внимания. Вы упомянули Польшу. Там митинги сегодня перекрыто полностью, сообщение с Украиной, причем и пассажирское в том числе. На митинге один из участников акции сказал, я не поддерживаю украинцев. Это Польша, а не Брюссель. Этот цитат разошлась везде сейчас, и мы понимаем, что ситуация наколена до предела, раз уж во вчерашнем обращении президент Зеленский, ну, собственно, раскритиковал вообще ситуацию. Что будет дальше? И на самом деле, ну, выглядит достаточно, ну, так омерзительно, что ли, вот это поведение. И, наверное, правы те, кто, ну, собственно, вспоминает исторические, как бы параллели проводит исторические соотношениями украинцев и поляков в определенные моменты, тяжелые моменты истории Украины. Что думаете вы по поводу этой ситуации? Разрешится ли она и как? Смотрите, давайте начнем с конца. Я глубоко убежден, что ситуацию разрешить можно, но не обращением президента, а тем, что он подорвет свою дупу и полетит в Варшаву. Именно он, а не к нему. И я объясню, почему. Есть две стороны в этом конфликте. Одна сторона наша спровоцировала этот конфликт. Вторая сторона не пресекает деятельность провокаторов, которые явно аффилированы к спецслужбам Российской Федерации, о чем мы говорили. Но основная масса тех, кто вышел на этот протест, она не имеет никакого отношения к российской службе. Да, кидаются вот эти нарративы необходимые, но не более. Есть три аспекта. Аспект номер один. Это спровоцировано нашей стороной. Почему? Потому что после того, как мы потеряли морское сообщение, и после того, как историю с возвратом ПДВ и реализации зерна в третьи страны было прихлопнуто, а в тех третьих странах, где есть потребность в зерне, не возникало кипиша. То есть система работала классно. Скупали у фермеров зерно плюс-минус, цена была, там рынок какой-то был. Отправляли в третьи страны, получали ПДВ за импорт, за границу. И все плыло, все работало, все. Я хочу отметить очень важный момент, что одним из этих трейдеров, а в последние годы рычагом этого всего процесса является господин Сольский, министр аграрной политики в Украине. То есть, когда вам Сольский что-то рассказывает о противостоянии с Польшей, то вы сразу понимаете, что этому человеку надо бить морду лица, потому что он один из главных моторов этой ситуации. Что произошло с Польцем? Собственно, та же схема, только зачем везти до третьих стран, если это зерно по дешевке можно скинуть в Польшу. И там также найдутся, либо через наши подставные фирмы, либо через польские, люди, которые захотят иметь ГШ. в результате этого произошел обвал на аграрном рынке Польши. Вместо того, чтобы приехать в Варшаву и сказать, ребята, мы на бокопоре, больше этого не будет, мы берем под контроль один ваш представитель, второй наш, сопровождаем эти все вещи, если это по ЖД. Если это автофуры, то опломбируем до порта или до пересечения вашей границы на Литву, на порт, ну и так далее, и так далее. Этого сделано не было. Наоборот, начали прокачивать ситуацию противостояния с Польшей. Сначала это начали нести абсолютную чушь, абсолютную то, что раздражает фермеров, и этим еще больше провоцировать протесты. На это все наложилась ситуация, связанная с избирательным процессом, который недавно окончился в Польше. Когда Владимир Александрович Зеленский тупо махнул хвостом, сбросил Пис, который его поддерживал, с которым у него были хорошие отношения, и переметнулся в поддержку Туска. Потому что так хотела Германия, которая богаче, которая сказала, мы будем помогать, ну и так далее, и так далее. Ни для конь, ни тайна, нас смотрят и в Польше, Александр, и все знают, что платформу обывательскую Туска и все, что с ним связано, поддерживало, спонсировали немцы. Отношения с немцами у поляков плюс-минус такие дружественные, в кавычках, как с нами на сегодняшний день. Естественно, Зеленский и Сольский ожидали, что после смены правительства все пойдет на спад. Помните, Зеленский говорил, это внутренняя политическая ситуация в Польше, она скоро кончится, скоро будет все супер, пупер и так далее. Ничего не произошло, а не произошло по одной причине. В Польше перевес Туска не насколько большой. В Польше продолжается противостояние политическое. Фермеры всегда были основой ПИСа, не конфедератор. Они подтянулись к этой истории. Плюс да то существует президент, который представляет ПИС и который может блокировать все инициативы и правительства Туска и парламента, ну где коалиция. И ПИС таким образом еще решает свою внутреннюю политическую ситуацию, торпедируя правительство Туска и коалицию, созданную парламентом. Нам от этого не легче. Но если мы признаем свою неправоту зерном, вывалим претензию только на поведение, но извинимся, искаем, давайте искать, как это будет происходить, чтобы не страдал производитель Польши, то эта ситуация разрешена. Поэтому я и говорю о дупе, которую надо подорвать, не видосик записывать, а в Варшаву летит. Это я Зеленск. Ну и последнее. Естественно, поляков, которые бегают и кричат вот эту всю хрень, оправдывать нельзя. Они, как те шаманы, бегают и вызывают дух нашего великого гетьмана Бардана Зиновия Хмельницкого. Понимаете? То есть приди, дай нам по башке это самое. А потом придут еще немцы с русскими и поделят нас в очередной раз. Вот такое где-то плюс-минус впечатление. Пока делят нас. Да, но мы должны помнить всегда, что был 1920 год, когда остатки армии Украинской Народной Республики во главе с генералом Безручка помогли полякам отстоять Варшаву в Варшавской битве собственно, защитить Варшаву от Буденного и Тухачевского. И буквально через месяц правительство Йозефа Пелусутского поехало в Ригу, заключило ригский мир с Москвой и разделило Украину. Мы должны это помнить. Делая какие-то движения, любые движения, мы должны 20-й год должен стоять перед глазами. Мы должны это помнить, понимать и тому подобное. Продолжение следует...